добрый день уважаемые подписчики может быть доброе утро добрый день добрый вечер доброй ночи вот прошлый раз мы разбирали инструкции if else switch и тернарный оператор вот и говорили о том что на следующей лекции мы посмотрим на битовые операции битовые операторы и операции на битов все уже создал проект битва из оператор вот вот так давайте сразу нужный файлик и первое напишем битовые операции или операторы как вам проще будет запомнить вот давайте операторы это то о чем нам надо вам надо почитать вот сколько их то есть когда мы к примеру сложим два числа a плюс b то результат у нас получается сложение да сложен два числа по правилам арифметики битовые операции то есть можно производить операции над битами то есть результат будет как бы уже там операция применяется к каждому биту отдельно то есть давайте давайте я сначала напишу функции или функцию которая будет выводить состояние битов то есть сначала я напишу что-то будет непонятно это нормально не переживайте и дальше мы пользуясь этой функцией уже будем разбирать то есть вы поймете то что я там написал значит напишем свою функцию вот ничего нам возвращать не надо нам нужно только вывести на экран состояние битов будем работать с чаром так как это у нас один байт по аналогии но работа с битами двух байтами четырех байтами значениями поэтому без разницы будем работать с 1 байт будем печатать состояние битов и вот будем работать на вход функции будем подавать 1 байт и будем печатать состояние его битов в данном случае нам не важно знаковое оно или беззнаковое потому что это мы говорим как системе интерпретировать чтобы система знала что если это знаковое число значит какой-то там один бит отвечает за то что число с минусом остальные 7 бит само значение числа но состояние бита оно не меняется поэтому нам без разницы знаковое оно или беззнаковое так и первое что я делаю напечатаю состояние сейчас я нажму на паузу быстро напишу чтобы не отнимать у вас время так и вот готова функция которая будет нам печатать на экран консоль битовое представление этих чисел давайте проверим к примеру число какое-нибудь там 65 битовое представление вот оно какое 1,2,3,4,5,6,7 ну и восьмое тут 0 будет так это у нас что это у нас число 65 проверяем 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 совпадает совпадает все правильно потом здесь потом здесь нолик не напечатал вот здесь точно так же давайте еще проверим на каком-нибудь давайте на каком-нибудь суть 203 1,0,1,1,1 1,1,2,0,1,0,1,1,1 все верно все работает так хорошо так как у нас вот здесь уже мы говорим ну понятно почему минус 56 понятно да получается да получается вот здесь уже представление этого числа у нас как с минусом чтобы это решить можно сделать вот так сказать что это все таки ансайм да работает вот кстати да давайте 2 приведение типов си тоже тоже надо почитать вот в данном случае я сказал что вот здесь у нас со знаком а я говорю нет дорогой я знаю что без знака поэтому интерпретирую его как бери полезные все 8 бит а не 7 бит да вот поэтому да об этом тоже надо посчитать приведение типов в си как можно один тип приводить к другому какие возможны там потери данных последствия вот но пока это не суть важно нам надо разобраться с битовыми операциями так у нас есть готовая функция которая выводит все 8 бит что это такое мы сегодня поймем сейчас нам самое главное рассмотреть операцию и битовую дальше или инверсия x ну еще будет сдвиг вправо и сдвиг влево вот то есть вот когда у нас одна имперсанта это уже логическая операция операция уже будет произвести над битами и результат будет возвращен то есть два числа мы взяли то есть чар к примеру и к чару двум чарам применим операцию и логическую и у нас результат будет тот же чар то есть будет произведена работа над каждым битом и возвращен результат чар вот это у нас логическая и то есть нужно будет просто сравнение и результат будет да или нет соответственно в принципе давайте эквивалент напишем вот здесь то есть операция над битами вот эквивалент логический вот такой дальше у нас есть или эквивалент вот такой то есть вот здесь результат у нас логический правда или нет а вот здесь результат уже в зависимости то есть результат того же типа какого у нас типа перемены над которыми мы производим битовую операцию все поймете не переживайте дальше сор у нас эквивалент вот такой не равно ну и инверсия у нас кажется вот такой нет вот то есть я думаю так понятно да а и б эквивалент вот такой а и б а и б давайте чтобы было более понятно а б эквивалент здесь вот такой ну и здесь у нас вот так а отрицаем здесь вот так отрицаем вот эквивалент давайте я тут так и напишу бит битовая это имеется ввиду операция да вот а здесь логическая вот эквивалент вот эквивалент все по порядку что такое операция и логическая и точнее побитовая и логическая и это когда 2 альперсанта это побитовая и легче всего запомнить это как и это у нас умножение так легче запомнить что такое умножение например у нас есть бит один у одного числа и у второго один то есть если мы применим операцию битового и побитового то давайте вспоминать это мы умножаем 1 умножить на 1 равно 1 так так все хорошо дальше если у нас 1 и и 0 если 1 умножаем на 0 то что 0 точно так же 0 и 1 равно 0 так так давайте я вот так сделаю так будет нагляднее наверное дальше ну и соответственно 0 и 0 равно 0 вот и запоминаем просто умножение 1 на 1 1 все остальное у нас 0 дальше дальше следующее следующее у нас идет или или давайте запомним это просто сложение сложим два числа но тут включаем голову и 1 плюс 1 ну так как это двоичная система все таки двоичное представление то будет 1 вот так дальше 1 или 0 равно 1 плюс 0 сколько 1 0 или 1 равно 1 0 или сколько или 0 равно 0 вот вот так правильно правильно все хорошо теперь операция XOR то есть вот такая какой у нас результат у нас результат если у нас два бита отличаются значит будет 1 если они одинаковые значит будет 0 смотрим 1 XOR 1 что это у нас такое то есть это можно сказать исключающее или ну оно в принципе так и называется исключающее или XOR то есть у нас отличаются два числа нет они не отличаются значит что у нас будет 0 дальше 1 XOR 0 отличаются отличаются 0 1 отличаются 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 и 0 0 отличаются нет вот ну а операция инверсия она применяется к одной перемене в данном случае у нас две к примеру а и b ну давайте я для наглядности тоже добавлю а и b а и b а и b пропустил вот так вот а это только только вот так инверсия думаю вы понимаете это все наоборот если у нас была единичка значит стало что 0 если был нолик значит что стал единичка вот давайте это вынесем в наши заметки в наши заметки вынесем вот 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 так вот я думаю вам будет понятно как маленькая справка ну в принципе такое же вроде бы и википедии есть да в принципе много где есть описание что это такое сейчас мы будем попробуем с ними поработать да ну и теперь давайте давайте что мы сделаем давайте давайте на самом деле берем утраты все таки ансайвер поставим чтобы нам каждый раз не приводить тип вот и давайте вот здесь объявим а пронициализируем сразу нулён и b и b теперь давайте попробуем давайте выполним операцию какую выполню ну к примеру пусть у нас будет а равно а равно давайте может быть случайно давайте к примеру а равно 45 а b равно там 98 так давайте посмотрим сначала вычислим сами что будет и посмотрим правильно ли еще отработала наша функция а и b то есть это логическая и побитого и побитого и операции то есть у нас каждый бит будет умножаться на другой так теперь давайте как мы это будем разбирать давайте запишем 45 равно сейчас битовое представление и 98 равно возьмем калькулятор программиста вот он давайте запишем 45 вот он 45 тут тут можно нажать контроль c и сюда же вставить значит 1 2 3 4 5 6 6 битов значит вот еще вот эти первые два нуля ну вот вот это число то есть видите вот эти два нуля просто вот где-то не рисуют ну смысл и 98 и вот у нас 98 точно так же теперь давайте применим операцию и умножаем что у нас на выходе ну давайте смотреть 1 умножить на 0 сколько будет 0 0 умножить на 1 0 1 на 0 0 1 на 0 0 0 на 0 0 1 на 1 1 0 0 интересно интересно давайте сюда это же значение можно вставить контроль b где вставили посмотрели значение будет 32 32 а битовое состояние вот оно да ну давайте запустим по битовым сначала посмотрим запускаем и что мы получили мы получили число 32 и вот оно 2 0 1 всего лишь 1 и понеслась вот то есть чтобы к примеру вспомнить о побитовых операциях то достаточно вот иметь этот проектик маленький да где у нас побитого будет выполняться можно и калькулятором блокнот взять калькулятор если калькулятор лень ну блокнот лень то вот таким способом записали закомментировали применили операцию и посмотрели то есть побитого умножили 1 на 0 0 на 1 и так далее давайте то же самое теперь сделаем но с или или это мы помним что правильно это у нас сложение ну для простоты запоминания это у нас просто сложение так давайте теперь сложим эти два числа начнем отсюда без разницы да то есть первый бит вот он восьмой бит вот так 0 плюс 0 0 0 плюс 1 1 1 плюс 1 1 0 плюс 0 0 1 плюс 0 1 1 плюс 0 0 плюс 1 0 ой 1 и 1 плюс 0 1 вот это число так давайте вставим сюда и посмотрим это 111 да видите похоже на двоичные на самом деле нет это десятичное число 111 ладно давайте а давайте вот ближе напишем у нас здесь было 32 вот оно давайте наверное вот так вот или вот так вот так наверно лучше понятно будет равно 111 так давайте проверим делаем вот так делаем вот так вот или запускаем все верно видите число 111 ну и битовое представление все можно проверить вот берем калькулятор и все у нас совпадает 1 2 3 4 1 4 битые дневнички дальше 0 1 1 0 0 1 1 и 5 все хорошо и давайте теперь XOR исключающие или у исключающего или мы помним если у нас то есть открываем вот эту табличку и помним если биты одинаковые значит 0 1 единичка тогда когда они разные давайте посмотрим они разные 1 и 0 1 давайте я удалю вот биты одинаковые да 0 разные 1 одинаковые да разные 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 вот такое число должно быть давайте перейдем сюда я скопирую посмотрим гипетичное видео это 79 79 вот должно быть 79 делаем исключающий или запускаем все верно 79 ну тут да у нас трошки нет форматировано было ну ничего страшного 79 переключаем бит все все у нас 4 единицы 001 и 0 4 единицы 001 и 0 все верно все работает ну а операцию версию я думаю вы поняли с ней вообще ничего сложного нету все наоборот будет 1 1 0 1 0 0 1 0 чтобы убедиться это число 210 210 вот так равно 210 и 10 вот здесь применяем версию запускаем 210 видите все у нас очень хорошо работает включаем битовое представление ну все все то же самое все можно проверить он 1 1 0 1 1 да 0 1 0 1 0 1 0 все все хорошо вот то есть запомнили сохранили себе или как сохранили если вы повторяете за мной создаете проект это у вас должна быть должен быть вот такой файлик где вы ручками напишите вот лучше ручками написать чтоб она рука запоминала тренироваться надо да поэтому поработали да убедились во первых наша функция работает правильно то есть не врет проверяли мы вот на калькуляторе вот и вроде бы разобрали да эти операции теперь теперь нам нужно понять а что вот это такое да сейчас мы рассмотрим это кстати да кстати и только потом так я наверное не говорил о о системах числения я говорил но о представлениях числа еще нет сейчас мы вкратце разберем чтоб вы понимали что вот это такое 0x80 сейчас мы это разберем а потом мы разберем что мы делали вот здесь вот поэтому итак продолжим так константы мы можем записать было в трех системах числений сейчас появилась еще и в четвертых что я на виду константы либо давайте не константы вот возьмем а да первое классическая запись это в десятичной системе число 65 мы хотим записать число 65 вот это десятичная система дек в шестнадцатеричной системе записать тоже число 65 каким способом можно давайте 65 и перейдем 41 0x то есть вот это говорит о том что число представлено в шестнадцатеричной системе мы мы так записываем сколько у нас 41 дальше hex дальше восьмиричной системе восьмиричной системе число то есть видите даже в калькуляторе битовое представление одинаково как бы мы не клацали вот вот здесь одинаково просто система счисления в каждой системе числения это значение другое в восьмиричной системе это число 101 восьмиричной системе битовое представление первым у нас ноль идет это говорит что у нас система восьмиричная то есть когда мы видим сначала где-то в константах нолик но нету x значит это будет восьмиричная система то есть битовое представление будет вот вот такое то есть биты запишется оно переведет восьмиричную систему в битовое вот такое то есть это не 101 число будет 16-ти ричные 41 но в битах не важно в какой системе счисления в битах оно всегда там одно и то же наполнение битов вот для чего это вы его сейчас увидите и в новом стандарте ну для вас он уже не новый число можно написать непосредственно в битовом представлении давайте это 65 вот так 0 б пишем и 1 2 3 4 5 6 7 8 вот теперь давайте просто выведем printf printf нам надо вот так сделать и dec hex oct bin мы говорим что это как целое число воспринимаем видите 65 65 65 просто в константовом представлении они разные вот те кто работает на старой визуал студии там 10 или 12 скорее всего такая запись будет непонятна потом ну 12 может быть будет понятно потому что язык c пришло с 11 стандарта вот на 10 студии вот если вы будете работать в 5 креиторе или что-то подобном то в принципе тогда нормально должно собираться без ошибок вот для чего такие записи ну вот восьмеричную систему я честно говоря нигде не видел чтобы она может быть где-то видел но это не отложилось в памяти поэтому в основном константы записываются либо в десятичной системе либо в шестнадцатеричной добавление возможности записи в двоичной системе скорее всего будут либо в такой записи либо в такой для чего нужна вот шестнадцатеричная система в данном случае смотрите вот я записывал в шестнадцатеричной системе давайте давайте уберем двоичную систему и восьмеричную и посмотрим смотрим число шестьдесят пять без калькулятора узнать битовое наполнение вот этого числа из каких битового состоит сложно нужно брать бумажку ручку и делить то есть там делить на два с остатками выносить то есть ну способ перевода да это долго вот но если нам нужно задать числу точнее указать конкретные биты где будут эти делички стоять и где нолики то есть возможность это записывать в шестнадцати в данном случае то есть вот здесь мы влаживаем смысл именно шестьдесят пять число к примеру все а вот здесь когда запись шестнадцатеричная мы влаживаем смысл в конкретно в биты то есть мы можем даже там не догадываться нам не нужно знать какое вот здесь будет число там десятичной системе мы четко хотим задать из каких битов будет состоять этот байт надеюсь понятно да если нам нужно просто конкретно число там двести то смысл его записывать шестнадцатеричный ну нету мы просто записали двести написали и все но когда нам конкретно нужно указать какие биты взведены как бы в единичку а какие в нолик то мы используем запись шестнадцатеричную и программист другой когда видит шестнадцатеричную запись он понимает что скорее всего тот кто это делал акцентировал внимание именно на состоянии битов вот с возможностью двоичной еще записи то есть уже люди которые прочитают прочитали о новых возможностях нового стандарта скорее всего уже будет использовать просто двоичную запись а не шестнадцатеричную так вот шестнадцатеричную то есть я сказал в данном случае я конкретно и акцентировал внимание на битах теперь давайте разберем а из чего же состоит это число из каких битов то есть шестнадцатеричную запись легче всего то есть можно без бумажки без калькулятора перевести разложить на биты напоминаем первый первый разряд занимает у нас ровно 4 бита ни больше ни меньше и второй разряд занимает тоже 4 бита в сумме 8 битов это уже облегчает задачу дальше вырезаем ну давайте какое-то число F6 вот такое давайте посмотрим разложим его на биты на биты и проверим то есть мы запомнили один разряд ровно 4 бита это хорошо вот F6 то есть первые 4 бита это будет 6 следующие 4 бита это F делаем вот так разбили и дальше число 6 в двоичной системе то есть если вы уже читали что такое двоичная система то есть с небольшой практикой уже в голове можно хранить да что такое число 6 первый бит будет 0 кстати да у всех четных чисел первый бит 0 у нечетных он единичка потому что число 0 ну ладно первый бит 0 все хорошо дальше или давайте сразу так вот запишем 4 0 и тут 4 0 сейчас мы разберем так переводим число 6 6 это у нас первый ноль дальше ну дальше тут единичка 2 в первой степени это будет 2 вот соответственно если мы тут еще единичку поставим то 2 плюс 4 это 2 во второй как раз будет число 6 ну давайте проверим на всякий случай на всякий случай число 6 вот он видите обычный степень то есть 2 в нулевой степени 0 2 в первой степени 2 2 во второй степени 4 2 плюс 4 равно 6 теперь давайте число f что такое f f это у нас 15 значит шок первый бит по любому будет равно единичка первый 1 1 дальше если у нас тут 2 мы помним а тут 4 ой а тут 4 то есть 4 плюс 2 6 плюс 1 7 7 значит наверное а тут 8 значит наверное все единички будут так то есть в двоичной системе я думаю вы когда уже читали вы поняли как она разбирается какое десятичный будет то есть двойка взводится в степень в степень какую вот это в первой степени 2 точнее нулевая 2 в нулевой если тут нолик то что у нас будет ну здесь ноль потом вот вот это число то есть берется двойка взводится в степень в зависимости от номера этого ну вот числа то есть в данном случае 1 0 1 2 3 короче смотрите 2 в первой степени 2 то есть это уже 2 во второй степени 4 2 в третьей степени 8 в данном случае если у нас все единички то мы делаем вот так 2 в степени 0 равно 1 плюс то есть это мы разложили вот это да теперь не давайте вот так 2 в нулевой степени 2 в первой степени 2 во второй степени и 2 в третьей степени 2 в нулевой степени вот он вот он 2 в первой степени вот 2 во второй и 2 в третьей вот он плюс 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 равно 2 в третьей степени 2 умножить на 2 4 и 4 умножить на 2 8 8 плюс 2 во второй 4 плюс 2 в первой плюс 2 плюс 1 что мы получаем 8 плюс 4 12 потом плюс 2 14 плюс 1 равно 15 а теперь давайте давайте вот такой же кстати да пусть это у вас будет а я наверное сейчас файл notice перенесу и давайте вот это разложим 2 в третьей нету потому что там 0 значит у нас есть 2 во второй плюс 2 в первой все потому что здесь нули это не учитывая 2 во второй 4 4 плюс 2 равно 6 так давайте я это вынесу вот сюда еще вот так вот 0xf6 то есть вот битовое представление этих чисел так соответственно так соответственно f6 в сумме чтобы это был 1 байт у нас получается 1 2 3 4 это f вот да елки вот он и 6 вот он да 4 бита копируем то есть вот битовое представление числа f6 давайте проверим включаем текст видим f6 мы все верно посчитали еще раз чтобы вы не сомневались 0 1 1 0 и дальше единички то есть я думаю вы поняли да когда в шестнадцатеричной записи оно есть мы можем без калькулятора без бумажки быстро разложить и понять а именно битовое битовую составляющую из каких битов оно состоит вот для чего это нужно давайте посмотрим что я делал вот здесь то есть то есть смотрим давайте разложим вот эти числа то есть это еще иногда называется маской теперь давайте вот разложим вот это число на двоичную 0x80 да то есть первые 4 бита будут нулями потому что здесь 0 то есть 8 и 0 здесь уже считать нечего здесь и так будет 4 миллиарда а что вот здесь будет а здесь скорее всего вот так вот будет ну 2 в третьей степени будет 8 все остальное нули в сумме 80 равно вот так вот 1 2 3 4 вот запомнили дальше точно так же давайте разложим 40 равно то есть первые 4 бита тоже нулями 1 2 3 4 хорошо дальше здесь уже два не в третьей а 2 во второй степени значит первый 0 1 0 0 то есть я тут можно уже быстро это делаю но вы можете поставить там на паузу и самому поразбирать так как мы разбирали перед этим по аналогии поразбирайте и вы видите что 20 это будет вот так вот дальше 0 1 0 это будет вот это ну и то же самое дальше тут 0 1 8 4 2 то есть это это нам уже эти первые 4 будут нулями разложить точнее не 1 1 0 дальше разложили 4 разложили 4 5 6 вот вот так то есть видите у нас везде то есть этими масками мы задали конкретно по одному биту и вы видите они по номерам то есть вот первый бит вот второй 3 4 5 6 7 8 все остальное нам не важно так вот если мы вспомним что вот эта операция это операция умножения значит что я сделал таким вот вот таким вот образом что я хотел проверить я хотел проверить конкретно на равен ли там 8 бит единички или нет все все остальные биты я игнорировал просто игнорировал к примеру мы проверяем числом вот таким вот видите я ноликами операции и просто их проигнорировал обнулил неважно было узнать вот 8 бит то есть если 1 если он был 1 то я здесь а у меня здесь тоже 1 то результат выполнения этой операции будет какое-то число в данном случае это какое-то логическое сравнение да ну вот здесь уже будет вот здесь будет какой-то результат он уже будет не 0 с любом случае классическим инфом это можно было бы сделать вот так вот если даже давайте сделаем вот так вот проще вот так вот и здесь если рез не равно 0 значит там 1 если же равно 0 значит там 0 то есть вот таким то есть смотрите видите я задал маску в которой только один бит который мне нужно значит все остальные я просто обнуляю и игнорирую мне четко нужно проверить на 8 бит вот здесь мне нужно на 7 бит проверить поэтому все остальные биты мне не важны если бы здесь было такое число 0 то все верно операция бы и вернула бы мне значение 0 здесь бы просто все обнулилось все биты обнулились потому что была операция и значит что то есть я добился того я проверил конкретно 8 бит вот я маской задал то есть я надеюсь вы поняли то есть я смотрю по времени мы сегодня еще чуть-чуть доразбираем эти биты а на лекции 2 по битам мы посмотрим где их можно применять и где их применять уже вот первое вы увидели давайте подумаем как мне проверить одновременно не душ 2 бита от 1 не 1 бит а 2 бита примеру мне надо 8 проверить и 6 вот то есть меня интересует мне нужно проверить сразу не интересует какой результат мне надо проверить если 8 и 6 бит взведены в единичку то только тогда я что-то буду делать то как мы это можем проверить да мы можем записать что-то вот такое в общем не важно если а и 0 и проверяем восьмой бит и и а и 0 и x 6 это 8, 7, 6, 20. В данном случае я проверяю конкретно на 2 бита. Но такая запись немного сложновато. Это раз. Это не очень. Кстати, про defining. Здесь мы можем уже воспользоваться defining. Это тот случай, когда действительно нужно. То есть задать константы, именованные константы. Чтобы было визуально понятно. Потому что здесь визуально, ну вот, к примеру, можно запутаться и считать. Да, так, это 8, это 7, 6, это 5. Ну, это какие-то сложности. Давайте сделаем вот так вот. Бит 8. 0x 80. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так. Бит 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот. А гораздо будет проще. Так будет проще. 1, 2, 2, 3, 2, 1. Вот. Вот здесь это тот случай, когда действительно нужно. Соответственно, тогда бы зачем я удалил. Тогда бы было вот так вот. Если 8 бит. Видите, уже проще. Уже не надо считать. Я уже задал именованные константы. То есть я уже ими не могу пользоваться. А не в голове, в хранить. Ой, блин. Хранить в голове. Видите, уже заговаривают. Если 8 бит. Есть. Единички. И, а, бит, бит, 6. То что-то там делаем. То есть так уже проще, да. Тут уже можно и, там, бит 3, там. Чтобы не помнить. То есть нам уже не важны, не надо хранить. Не надо хранить в голове вот эти вот значения. Конкретно по бит. Вот. Смотрите. Смотрите. Вот у нас есть два числа. Бит 8 и бит 6. Ну, константы. То есть эту запись можно упростить. Во-первых, мы сейчас не будем об упрощении, да. Мы поговорили о том, что нам нужно проверить 8, к примеру, 6 бит. Если нам нужно конкретно 8 и 6 бит, то первое, что можно сделать. Задать соответствующую массу. 0 икс. То есть 8 бит это 1. А, нет. Не правда. Я обманываю. Первые 4 бита у нас будут вот 0. Значит, вот они. 0. Нам надо вот это перевести. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, да. Вспоминаем. 2 в нулевой. Вот 2 в первой. 2 плюс 2 в третьей. 8. 2 плюс 8. Это будет, что? Число 10. Число 10 в 16-ти ричное это А. Давайте проверим. Пишу А0. 1, 1, 0, 1, 0. Все. Вот. То есть вот наполнение. Если нам нужно проверить 8 и 6 бит, то вот такое число будет, да. Дальше. Вот такую маску. Можно было бы, конечно, если нам часто ее нужно проверять, такую, то вот такой бит 8, бит 8 и бит 6 и А0, то это конкретно у нас теперь будет проверка. Вот если. Если А и 0 и А0, то вот здесь результатом будет какой? Если вот этот бит и вот этот возведенец. В данном случае для этого числа. Давайте проверим. Окей. Вот так вот. Запустим. Нет. Не угадали. Потому что 89 у нас какое наполнение? У нас даже и 8, и 6 по 0. Давайте сделаем таким образом. Раз. Давайте 1, 0, 1, 0, 0. А без разницы. Вот так. Вот такое число. Это 191. 191. Оно имеет такое представление. Вот. Запустим. Все хорошо. У нас и 8, и 6 биты взведены. Все нормально. Но если же мы проверим. Давайте 1, 0, 0, 0. Давайте 1, 0, 0. Вот такое число проверим. Я думаю, вы должны уже догадаться, что наш if не сработает. Это 151. Почему не сработает? Восьмой бит у нас в виду. Но нам же нужно еще и шестой. Правильно? Правильно. А операция умножения, если мы умножим, то у нас что будет? У нас восьмой. То есть у нас результат вот здесь будет какой? Ну, давайте проверим. Окей. Ага. У нас вот здесь, да, у нас здесь... Да, сразу на 2 бита все равно у нас не получится. У нас все равно результат будет нам в любом случае, конечно, да, тут я чуть-чуть вам неправильно истолковал это. Да, операция умножения нам все равно даст. Поэтому нам надо чуть-чуть, конечно, другое число. Ну, там... Да, вел заблуждение немного. Ну, ничего. Такое бывает. Это живая лекция. Простите. Нам же надо 2 бита проверить. И нам уже важно действительно уже результат вот этого. Так, так, значит нам что? Значит нам надо... То есть вот эта операция, что мы знаем, она обнулит все лишние биты и результат по двум выведет. В данном случае, в данном случае, смотрим. Мы вот здесь получаем результат какой-то. И вот нам надо его, скорее всего, сравнить непосредственно с этим вот числом. Вот так вот. Ну, это так по-простому, да. В данном случае, смотрите, все биты эти уйдут, уйдут. И дальше нам конкретно нужно посмотреть, равно ли то число после вот этой операции вот этому или нет. Так, давайте проверяем. Три... Ну, смотрим. Может быть вариант вот такой. Раз. Дальше вариант вот такой. Два. Дальше вариант вот этот. Один, ну, один. И... Ну, вот такой. Или пусть ноль будет. Мы здесь теперь перечислили все случаи. Восьмой совпадает, но нет шестого. Шестой совпадает, но нет восьмого. Восьмой и шестой совпадают. И не совпадает ни восьмой, ни шестой. То есть нам надо проверить на вот это. Так, так. Теперь. Дальше. Вот это, скорее всего, будет 128. Ну, не скорее всего, а так оно будет. Давайте. Идете, это 128. Дальше. Вот это у нас будет... Ой, ноль. Нет, один. Это у нас будет... Два, три, четыре, пять. Вот оно. Это у нас будет число 32. Это 32. Дальше. Ну, это понятно, что у нас за число. Один, ноль. Один. Вот оно. Это 160. И это ноль. Все остальные я забил нулями. Я думаю, вы понимаете. Все равно вот эта операция, вот эта, она их все сбросит. Бит. И теперь первое. Давайте проверим. А равно 128. То есть вот здесь должно быть, мы для себя пишем, так сказать, мини-тесты. Должно быть пусто. Давайте вот так вот. Элф. Ноль. Дальше. А равно 32. Здесь должно быть тоже ноль. Дальше. Дальше. Поведение должно быть окей. И ноль. Там, где окей, давайте еще напечатаем, чтобы мы знали. А. Скопируем все вот так вот, вот так вот. Вот так вот и вот так вот. То есть где у нас должно быть окей? И только на вот этом значении. Давайте запустим. Ну, ну, ну. Вот на 160. Окей. Все правильно. Все работает. Мы обработали 4 варианта. Можете поиграться. Можете идти, деменечек по наставляющим. Такое. Ну. Значит. Значит нам надо выполнить операцию и сравнить непосредственно с этой маской. Так. Так. Это один подход. Либо же можно сделать вот таким способом. Ну, давайте я это уже оставлю. А это вам будет на домашнее задание. Если я хочу проверить. Восьмой и шестой бит. Я тут пишу. Бит 8. Бит 6. Давайте проверим. По идее должна сработать. Но не сработало. Ага. А, ну да. 30. Понятно, что не сработало. Я уже аж растерялся. Нас должно вот на 160 не сработать. 160. Запускаем. ОК. Сработало. 128 ставим. Запускаем. Ну. Все. Так, лекция у нас это затянулась. А мы, а мы, ну ничего страшного. Ничего страшного, значит будет часть вторая. Так вот. Ваше домашнее задание. Понять, что написано вот здесь. Почему вот так вот. Или. Чтобы понять, вам нужно это нарисовать на бумажечке, применить операцию или, потом сделать вот это, и потом сравнить. Я думаю, вы понимаете, да? Давайте я 5 точка и разобраться, что это значит. 5. Нет, это будет 6. Опять у нас будет 5 способы записи констант 0 0 0 x 0 1. Давайте вот так. F0 или FF. Потом 0. 1 1 1. Просто 100. И давайте так. 0 1. 0 1. И запутался сам. 1. 0. 1 0. 0. B. 1 0. Вот. Способы записи констант. Какая это, какая это, то есть в каких системах они записаны, разобрать. Вот. Дальше. Разобраться, что это значит и почему это так. А до этого научиться переводить числа. Я думаю, вы должны были уже понять, что из 16-ти ричные. Для чего 16-ти ричные. Потом битовые операции. По битовые, точнее. Битовые операторы. Ну, их мы потом рассмотрим. И приведение типов. И все в таком порядке. Сидим, разбираем. Битовые операции над битами. Очень интересная вещь. Много чего можно сделать с помощью только битов. Это очень быстро, элегантно и изящно. За всем прощаюсь. Всего хорошего. Успехов в решении задач. Читаем, учимся и ждем следующей лекции. Все. Всем пока.